Катя и Марк, мои друзья, мои прекрасные молодые друзья, просто я хочу сказать, что я вас очень люблю. Я вспоминаю тот момент, когда мне было 15 лет, я в 14 лет покаялся, я был тоже на молодежном духом слете ССХ, с общества «Христиан». И, конечно, когда мы собираемся, дух себя очень сильно действует, побуждает. Я покаялся, то есть я был верующим человеком, христиан, к примеру, но когда я сознательно сам захотел Христа, чтобы он был в моей жизни, я покаялся за моль по покаянию, пришел к Богу. И через год я принял водное кучение, 15 лет не было. Это было в июле, на реке, в Минске, река текла, и меня кунули. Это был торжественный момент, когда я уже заключил. И знаете что, это я очень радуюсь, что это совершилось, действие, потому что нужно понимать, что мы посвященные люди. Мы святые. Что значит святые? Мы отделенные, отделенные для особого предназначения. И мы помазаны для особого употребления. И наша жизнь, это, знаете, шедевр в Божьих руках. И когда ты сам по себе живешь, это одно дело. А когда ты посвящаешь свою жизнь, свою судьбу, Богу доверяешь, говоришь, Господь, делай все, что хочешь, ты соглашаешься, ты хочешь завет. Завет это что-то такое великое, это навсегда. Поэтому мы закончили завет с Господом. И теперь вы имеете гарантию на счастье, гарантию на полное покровительство и гарантию на великую, удивительную, чудесную жизнь. И знаете, что я скажу? Моя жизнь, она чудесная. Моя жизнь чудесная. Я даже скажу, что я иногда забываю плохие вещи. Иногда по инерции они всплывают, это состояние портится. Но на самом деле у меня чудесная жизнь. И почему она чудесная? Потому что Господь ведет меня. Я верю, что Господь, написано, все содействует ко благу, верящим и любящим Его, да? Содействует ко благу. Бог всегда с любого момента жизни приведет себя миллионными путями в хорошее, совершенное, чудесное вообще состояние. Поэтому я просто благословляю вашу жизнь имя Иисуса Христа. Благословляю Его Словом, все обетования. Просто посылаю вашу жизнь. Я благословляю ваше будущее по имя Иисуса Христа. У вас есть великое, великолепное будущее с вашим Богом. И это личное отношение на всю жизнь. Я просто благословляю ваше отношение по Богу. Это жад, ежедневную жаду. Это уединение с Богом. Это личная комната. Это тайна ваша с Богом. Это тайна, когда вы с Богом общаетесь. Он всегда вас понимает. Я благословляю радостную жизнь. Я благословляю, чтобы вы принесли много плоды, от которых у вас будет много радости. И вы будете теми людьми, которые будут нести, 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 нести эту жизнь. И эта жизнь будет до конца ваших дней великолепной. Во имя Иисуса Христа, я вас люблю и обожаю. Аминь. Сережа, что ты скажешь? Я именно с тобой удивляю. Ты включил уже? Да. Вот. Ребятки, я вам желаю, чтобы у вас всегда были веревки сверху. На необъясной веревочке. Потому что если их нет, очень трудно самому по себе забираться туда. Вот Мюнхазин пробовал тебе за волосы вытянуть. Вытянуть. И у него не получилось. А, у него получилось. Но у нас это будет очень трудно, потому что волосы можно порвать. А волосы нужны. Они укрывают голову, чтобы она не сгорала. И волосы, они очень красивые. Их можно напушить, запушить. Вот. И все должно быть... Ну, это хорошо. Потому что, если бы у зверей не было волосов, тогда нам бы не было тепло. И нас одеяло бы не согревало. Вот. Поэтому волосы нужны. Вот, ребята. И пусть эти веревки вас ведут быстро, чтобы у вас были руки крепкие. Чтобы они могли двигаться хорошо вперед по веревке. И путь у вас был прекрасен. И высота вас не смущала. Потому что ей надо наслаждаться высотой. Высота, она красивая. И очень замечательная. Просто где-то мы... Знаете, ребятки, в чем дело? В том же дело иногда, когда мы редко взбираемся на высоту, она нас начинает пугать. И тогда мы можем напугаться, и наши руки ослабеют и упадут. Ну пусть, ребята, высота вас сопровождает всегда в жизни. Потому что с нее все видно, все понятно. Ты могущественен, и ты велик. И тебя ничего не печалит, потому что ты знаешь, где что находится. А дело в том, что нас начинает печалить что-то, сомнения приходят, потому что ты не знаешь, что находится в ящике. Вот. И поэтому тебя печалит. Но когда ты знаешь, что находится в ящике, тебя ничего не печалит, потому что у тебя есть знания. Потому что вера, она основывается на знаниях. И она... Ты их слышишь, эти знания, и ты уверен абсолютно в чем-то. Знаете, в этих мирах, в этих мирах нет ничего стопроцентного. Все где-то есть какие-то маленькие подпроцентник. Вот даже если ты падаешь, и вдруг... А вдруг, и ты падаешь со скалы, и падаешь, и разбиваться будешь. Но у тебя может и тебя и там птичка похватит. Всякое же бывает в жизни, правильно? И видишь, на небе есть стопроцентное. Там живет стопроцентное. И поэтому, когда стопроцентное в нем, ты полностью обустроенно уверен без страха. Это единственная возможность, чтобы страхи улетели в Бельгию. Но нет, не в Бельгии, в Бельгии не надо страхи. Там в Бельгиях хорошо. Вот. Ребята. Поэтому страхи, они не надо. Потому что Люба, она тоже стопроцентная. Бесы в свиней, страхи в Бельгии, да? Бесы в свиней, свиней в... А свиней в свиньем море. Нет, свиней в бесах. В Бельгийское море. Вот. Так что, ребята, вот так вот. И о чем я забыл. Вот. И еще желаю, ребята, быть вам газообразными. Потому что газообразные люди, они видят то, что находится за стеной. Потому что они проникают в щель. Вот. И видят это. И они все проникающие. А когда ты твердый, и очень тяжело проникнуть. Вот. И вот так что, вот такие вот, ребята, сделаны. Я забыл. Я хотел очень памятную вещь хорошую сказать. Но память, она моей не ужилась. И очень важно иметь, ребята, духом. О, принесел тут. Скоро к нам так осень принесет.